Как вас зовут? Лара. Фамилия? Крофт. Лара, твой отец погиб. Но ты можешь продолжить его дело. Вы очень похожи. Гениально. Привет, Спрут. Если ты это смотришь, скорее всего, я мертв. Я нашел гробницу. Ее называют Мать Смерти. Если Тринити достигнет своей цели, наш мир обречен. Пообещай, что ты остановишь их. Обещаю. Я знаю, куда отправился отец. Самый центр моря дьявола. Нас ждет приключение. Смерть не приключение. Вам не стоило сюда приходить. Но я рад, что вы здесь. Вы знали моего отца. Я вижу сходство. Безрассудство. Закрой гробницу раз и навсегда. Судьба человечества теперь в твоих руках. Только будь осторожна. Мир катится к чертям. Тогда два. Что это за место? Кто отправил нас сюда? Этого мы не знаем. А вдруг мы здесь не случайно? Ты так близок к правде. Хочешь узнать, с чего все началось? Три года мы пытались сквозь эти стены пробиться наружу. А теперь хотим пробиться обратно? Я сяду вперед. Ты не можешь спасти всех, Томас. Могу попытаться. Когда это кончится? Когда мы найдем лекарства. Лекарства нет! Держись! Томас, ты можешь спасти своих друзей или спасти всех нас. Причина всех катастроф на планете — перенаселенность. Но сегодня мы с гордостью представляем вам решение этой серьезной проблемы. Вы готовы, доктор? Да, я готов. Ого! Безумие, да? Просто дичь. Это ж Дэйв! Дэйв Джонсон и Кэрол! Никогда бы не подумал, что он мечтает стать коротышкой. Уменьшение освобождает от проблем. И меняет мир к лучшему. И ты повелся на весь этот бред? Да. Мы уменьшаемся ради себя. Живем как короли. У нас огромные дома, прекрасные рестораны, Диснейленд. У нас их три. В Кайфовиле ваши 52 тысячи долларов превратятся в 12,5 миллионов долларов. Отрываетесь на всю катушку. Вау. Вы осознаете, что подвергаете себя необратимой и окончательной процедуре, известной как уменьшение. И ваши новые тела составят менее 1% от нынешних массы и объема. Нервничаешь? Эээ... Немного. Скоро увидимся. Люблю тебя. Привет, как поживают наши крошки? dz HOUSE ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В маленьком мире огромные возможности. Порой забываешь, что ты не в обычном мире. А потом случается такое. Офигеть. И вспоминаешь. Давным-давно жил-был в красивом лесу один кролик. Звали его Питер. Он носил синюю курточку. Простите! Но не носил штанишек. Проходите, будьте как в своем саду. Все для вас. Эй, это ты меня пытался съесть? Ну-ка, зубками сделай вот так вот. Точно ты! Я тебя сразу узнал. Рад видеть, рыжик. Девушки отдыхают. Я тебя сразу узнал. Я тебя сразу узнал. Брошай, бросай! Брошай, бросай, бросай! Брошай, бросай! А вы так можете? Эт штатная команда! Ох, не ты так! Да, пошло, мещение! И это мещение мечта не помешает! Хозяин приехал. Все по нормам! Девушки отдыхают. Редактор субтитров А.Семкин И это еще цветочки. Феликс, беги. Беги. Свет зовет. Беги. Беги. Ты кто? А ты? А она? А вы кто такие? Так что вообще сегодня? Йоу, Спенсер. Это что? Жуманджи, выберите персонаж, которым будете играть. Рискнем? В чем дело? Что происходит? Что за черт? Ну дела. Фридж? Я-то Фридж. А ты кто? А я Спенсер, Спенсер. Марта? Да. Каким-то образом мы оказались в игре и вселились в наших персонажей. Мы аватары. Получается, я Бэттани. Нет! Я теперь жирный мужик? Да не может такого быть. Ребята, как нам попасть домой? Это же видеоигра. А значит, у нас есть суперспособности. Сила. Отвага. Скорость. Мощная харизма. Вот это я понимаю, мужчина. Отстой. Лежим отсюда! Если не хотим застрять в Жуманджи... Держись! ...работаем командой. А если мы в коме? Что? Игральный автомат. Настоп-ком. Давай, лезь, доставай ее. Я не полезу туда. Ты жива? Я все еще жирный мужик? К сожалению. Предупреждаю. Я, кажется, сильно бью. Какой мужчина. Ничего себе! Зад я тебе все равно натеру. Рискни здоровьем. Обалдел! Вы не против, если я к вам подсяду? Вы всемирно известный детектив Эркюль Пуаро. Защитник невиновных. Так вас называют в газетах. А вы невиновный? А вы забавный. Один из пассажиров мертв. Его убили. Убийца находится в поезде среди нас. И все вы под подозрением. Что ж, надо найти убийцу. В моем купе ночью рылся какой-то мужчина. Вы уверены, что именно мужчина? Я знаю, что такое мужчина в спальне. Что вы знали о покойном? Не надо ее впутывать. У него были враги? Множество. Настоящий убийца здесь. Это кто-то из вас. Вокруг одна сплошная ложь. Я лягу спать здесь, чтобы все видели меня. И чтобы я всех видела. Кто держал в руке нож? Никому не доверяйте. Никому. Мы расследуем случаи исчезновения людей. Как новые, так и те, что произошли несколько лет назад. Ситуация удручающая. Я перевелась из оперативно-розыскного отдела. Рад знакомству. Мы изучали ваши дела в Академии. Еще помнят обо мне? Да, вы живая легенда. Я не могу все время прикрывать тебя. Несмотря на твои заслуги. Что думаешь? Похоже, он убивает только в снегопад. Но зачем оставлять снеговика? Лепят снеговиков, режет вещи на мелкие кусочки. Так иногда поступают дети, самоутверждая. Плохие новости. Еще одно исчезновение. Нам звонили из оперативно-розыскного отдела. Кого ищут? Сильвию Отерсон. Но я Сильвия Отерсон. Кто и зачем объявил вас пропавшей? Он сначала заявил о ее исчезновении, а затем убил. Пресса не должна ничего узнать. Самоубийство. Вопрос закрыт. Уверены, что он действовал в одиночку? Где Катрин? Пришло по почте. У него личные счеты. Он все время следил за нами. Для него это игра. Ну давай! Ты ведь мог бы их спасти. Я заоставил тебе столько подсказок. Снеговик. Он в моей голове. Элис, слушаю. Мне нужна помощь. У меня в доме происходит что-то странное. Мне сказали. Вы в этом разбираетесь. А где вы живете? В местечке. Пять ключей. В Нью-Мексико. Этот дом принадлежал нашей семье. Элис. Когда начались эти явления? Сразу, как мы сюда переехали. Я видела призраков раньше, много лет назад. Я тоже их вижу. Но этот совсем другой. Элис, там кто-то есть прямо перед вами. Ничего нет. Ты должен проникнуть туда. Я могу. Отсюда. Будь осторожна. Доверьтесь мне. Элис! Эти явления обычно бывают жуткими. Астрал-4. Последний ключ. Папочка! У нас будет много времени. Ведь ты теперь дома. Стреляйте без предупреждения. С радостью. Что ты знаешь о моей семье? Я ничего не знаю. Как скажешь. Моё семью убили, чтобы достать меня. Это часть секретной операции ЦРУ. Моя смерть нужна тем, кто стоит у руля. Госбезопасность. ФБР. Замешаны все. У нас с тобой одна цель. Так работай со мной. С одним условием. Я убью их всех. Да, это пожалуйста. Скоро ты встретишься со своей семьей. Каратель. Фрэнк Кассел. Каратель? Он мёртв. Похоже, что это сделал мертвец. Правду необходимо принять. На Нью-Студио. Вы хоть представляете, как сильно вы облажались? Вам приказали доставить груз и свалить оттуда нахрен. Нас обнаружили. Пришлось импровизировать. И вас озарила идея проехать на танке по улицам Сараева. Так точно, сэр. Я что, похож на дебила? Так точно. Никак нет, сэр. Есть тут ещё одно дело. Ходят слухи. Во время Второй мировой нацисты конфисковали у французов золото. Местные взорвали дамбу, затопив деревню с немцами и золотом. Пришло время золото поднять. Что скажете, парни? Вперёд! Вы понимаете, что речь идёт о золотых слитках на 300 миллионов долларов, которые пропали полвека назад. Крупная несанкционированная спецоперация. На глубине 50 метров под водой. В самом центре вражеской территории. Это наш шанс совершить для этой страны что-то великое. Да, детка. Теперь ещё охотники за головами мечтают о встрече с вами. Мы честно не дерёмся. Не парьтесь, я тоже. Вы понимаете, что нарушили присягу? Всегда мечтал уйти красиво. Они рядом! Пошёл, пошёл, пошёл! Нужно было другие труселя надеть. Впереди танк. Сзади ещё один. Ну что, парни, поплаваем? Нет, 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 нет trainника. Пошёл, пошёл, пошёл! Субтитры подогнал «Симон»